Привет, народ! С вами вновь я, Фенаргот. Что же, наконец-то закончились игры первого дня. Они закончились в полдвенадцатого по МСК, хотя должны были около 20.00, ну или хотя бы в 21.00. Но я постарался, я уже выкатил для вас команду Fantasy на следующий день. Ссылка на ролик есть в описании. Сейчас мы ждем, пока Valve все почитает, посмотрим на топ игроков, посмотрим, сколько очков нам принесло Fantasy и вообще разберем итоги первого дня по Fantasy. Сейчас же мы с вами поговорим именно о матчах, а также постараемся спрогнозировать результаты завтрашних каток. Вновь будем ставить на париматч. Блин, конечно, ненавижу я формат Best of 2, потому что они обычно приносят очень неприятные результаты. Потому что вроде как команда должна побеждать, и вдруг как-то они заливают, и складывается ничья или еще что-то. Поэтому да, очень опасный формат, и нужно с осторожностью ставить. Хотя самая первая ставка у меня зашла, а дальше все пошло. Сами понимаете как. В лайве, кстати, ставить поинтереснее, поэтому опять же заходите на стрим. Завтра стрим будет. Будем ставить, будем выполнять прогнозы компендиума. Буквально за первую же четверку матчей, которые я начал смотреть, я тут же выполнил ачивку дневную, получается, на 6 прогнозов. Получил 600 очков компендиума. Что же, по результатам у нас Virtus.pro одолели Undying. Undying, молодцы, хотя вторую карту практически залили, и Undying практически ее вытащили. Я напомню, что я тогда ставил, кстати, на фору Undying, то, что они возьмут одну карту, и они почти это сделали. Неплохие шансы у них были. OG без проблем справились с Alliance. Invictus Gaming, с другой стороны, с T1, хотя очень напряженная была игра. Вообще IG очень крутую игру показали. По итогу-то, так как они у нас вынесли Evil Geniuses в конце, хотя сыграли в ничью с Undying. Undying, кстати, поднабрали после поражения Virtus.pro. Они вот сыграли с Invictus 1-1, и в конце у нас одолели Team Master, хотя вот тут до сих пор показывается, что матч идет в эфире, но они выиграли 2-0, так же, как и Alliance выиграли уверенно 2-0 против Thunder Predator. Ну, что стоит отметить? Наверное, все будут отмечать матч Team Secret против BeastCost, когда в первом матче Пупей взял себе Фуриона на пятерочку. Во, я считаю, во, выбор. В следующем матче у него просто была команда, которую максимально уничтожил вражеский Никс, который полностью контрил пик Сикретов. Не знаю, что-то у Климента опять не то с пиками, не знаю, что будет происходить. А завтра-то у нас матчи, ух, какие напряженные. Поэтому давайте на них взглянем. Заодно, кстати, и на коэффициенты. Лучше, кстати, сюда сразу перейдем. Смотрите, у нас Фнатик играет с SG. Судя по тому, как Фнатик сегодня у нас сражались, я смею предположить, что они могут спокойно SG закрывать со счетом 2-0. У нас SG пока идут 0-2. Против Вичи Гейминг, кстати. Против Вичи Гейминг они показали интересную вторую катку. Вичи камбэкнули благодаря такому супер лейт пику с Террор Блейдом. И смогли одолеть они SG Sports. Поэтому тут я что-то не очень хочу рисковать. Если кто-то хочет рискнуть, можете поставить либо на то, что Фнатик закроет, либо на то, что SG заберут одну карту. Я больше склоняюсь к тому, что скорее Фнатик будут закрывать 2-0. Но очень такая тяжкая будет встреча, я считаю. Давайте смотреть дальше. Квинти, Крю и Бист Кост. Бист Кост показали класс, как вы могли заметить, против Team Secret. Но это не значит, что они прямо очень круто играют. Напомню, что пики у Team Secret были очень странные. И, следовательно, это повлекло к поражению. Поэтому я не знаю, что тут по этому матчу даже сказать. Я не вижу Квинти Крю точно лидерами в данной встрече. Скорее всего, нас ждет ничья. Не зря тут коэффициент 1.91. Поставить на то, что Бист Кост заберут хотя бы одну карту по коэффициенту 1.38, ну, так маловато коэффициент, я считаю. Хотя, по сути, одну карту они должны у Квинти забирать. Можно включить это в какой-нибудь экспресс. Не хочу я опять ставить до матча. Лучше всего ставить в лайве. Но давайте маленький экспрессик я все-таки какой-нибудь себе соберу. Элефант и Вичи Гейминг. Вот там будет заруба не на шутку. Элефант сегодня показали весьма хорошую игру. Ну, а Вичи прям серьезно настроены на этом интернешнале. Не так, как ПСЖ, которые просто катком по всем проходят. Но серьезно. Поэтому... Можно рассматривать здесь ничью, но спокойно и Вичи могут выиграть 0-2. Вряд ли они будут проигрывать, Элефант. Потому что... Не, не верю я в это. Так что... Пора вторая... Вот, вот тут на Вичи поставить, то, что они хотя бы одну карту заберут, вообще, по-моему, тоже очень... Вот тут хороший. Тут 1.38 на бесткост. А вот Вичи точно должны забирать у Элефант хотя бы одну карту. Поэтому 1.34 можно добавить в экспрессик. ПСЖ и Сикрет. Ох, как хочется поставить на 2-0 от ПСЖ. Они реально прямо очень крутую доту показывают. Без шансов выносят своих соперников. Игра против... Но, мало ли, нас ждет какая-то заготовка от Климента. Поэтому не буду я трогать пока этот матч. OG и Астер. Вот тут, я считаю, можно смело ставить на OG. OG очень интересную и крутую доту показывают. Смогли камбэкнуть против ВП на первой карте. Вторую, к сожалению, проиграли. Но Астер как будто реально из-за коронавируса максимально поплыли на этом турнире. И мне совсем не нравится их игра. Я вот думаю, вот так вот можно добавить. И у нас коэффициент уже 2.8. И знаете что? Я, пожалуй, поставлю 500 рублей на этот экспресс. И больше добавлять в него ничего не буду. Можно собрать еще один. Virtus.pro T1. Тут тоже очень тяжко будет для ВП. Т1 серьезно настроены. Круто играют. Не факт, что Т1 смогут забрать одну карту. Но могут побороться спокойно и за ничейку. Поэтому пропущу. Тут фаворит, конечно, ВП. Но не удивлюсь, если будет ничейка. Invictus Gaming Thunder Predator. Вот после сегодняшних игр от IG. Я прям уверенно выбираю IG фаворитами. Не думаю, что они Predator'ом смогут залить одну катку. Тут вот прям уверен я. Evil Geniuses и Alliance. К сожалению, сдали ЕГЭ к концу вечера. Но тут это неудивительно. Матчи должны были начаться в 10 утра. А в итоге они доигрывали в 23.00 по МСК. Понимаете? Больше 12 часов они проводили за играми. Это постоянное напряжение и прочее. В итоге в конце проиграли IG со счетом 0-2. Альянс. Хороши. Но соперники у них сегодня были не такие уж и чтобы ах там, где они побеждали. Но ставить на то, что ЕГЭ с уверенностью заберут две карты, не хочется. Так же, как и на Alliance. Пропущу эту пару. Будем смотреть на стриме. Elephant и Team Spirit. Spirit'ы играют неплохо. Красиво. Прямо хорошо. Ну, кстати, я оговорился. Это же PSG по Spirit'ам у нас прошлись. По каким ВП? Извиняюсь, я что-то отвлекся. Смешалось у меня все в голове. Извиняюсь, я до сих пор на ногах, как только начался сегодня игровой день. В общем, да. Spirit'ы играли неплохо, но против PSG ничего показать не могли. Elephant, с другой стороны, тоже очень уверенно и круто играет. Тут вот думают, что скорее будет ничья. И коэффициент 1.5 на одну карту от Spirit. Не уверен я. Реально не уверен. Хочу пропустить. Elephant могут 2-0 закрывать. И Spirit'ы, с другой стороны, тоже могут закрыть 0-2. Пока максимально непредсказуемые друг для друга соперники. Вот PSG Fnatic. Я уверенно добавлю сюда PSG. Прямо выносят вперед ногами противников. А Fnatic, я напомню, сегодня сыграли в ничью. Хотя должны были там закрывать 2-0. Поэтому поставлю на PSG. И Vici Gaming, Quincy Crew. Странно, что такой коэффициент на Vici. Да, Quincy неплохие. Но слабо мне верится, что винти у них заберут одну карту. Я думаю, тем более после сегодняшних ошибок, которые у Vici присутствовали, но с которыми они справлялись по мере матча. Я думаю, они получше подготовятся и покажут куда более крутую доту. Поэтому коэффициент 2.35 тут... Ну, можно, кстати, его в экспресс не включать и отдельно поставить. Просто если добавить его в экспресс, сразу коэффициент 6 становится. И вот сюда я тоже 500 воткну. Secret SG Sports. Все мы знаем, как Климент играет против SG Sports. Вспомним мы с вами киевский мейджор. Вспомним сегодняшний бесткост. Не-не-не-не-не-не. Я не буду ставить на победу Secret. Это очень рискованно после сегодняшнего выступления. Серьезно. Invictus Gaming Virtus.Pro. Вот тут, что Invictus Gaming Virtus.Pro, что Virtus.Pro T1. Да, Invictus Gaming получше, чем T1 стоят. Но хочу заметить, что при этом коэффициент 4.5. ВП не настолько прям суперкрутые, чтобы были такие кэфы. Но, скорее всего, нас будет ждать ничья в этом матче. Undying и Thunder Predator. Я думаю, что Undying должны закрывать 2-0. Они сегодня молодцы, собрались к концу игрового дня. И должны завозить крутую доту. Можно рискнуть, поставить. Но я лучше уже в лайве буду смотреть. OG и T1. Вот тут, я думаю, будет ничья. Реально. После сегодняшних выступлений. OG, кстати, пока очень сильно напоминает опыт со своих прошлых турниров. Они проводят рофлокатки, рофлопики. У них сегодня на легионке NoTail был на пятерке. Это вообще что такое? И они и выиграли еще, к тому же. Ну, то есть, они максимально концептуально и, знаете, так интересно подходят к процессу, к игровому. Поэтому расшатывают соперников, проверяют их, протыкивают, проверяют возможные пики и многое-многое другое. Поэтому тут может произойти все, что угодно. Вообще, все матчи с OG лучше скипать в плане ставок. Ну, вот кроме Астер, как я уже сказал. Астер и Алик. Вообще нечего сказать реально по этому матчу. По сути, Астер должны проигрывать, наверное. Или играть в ничью с Alliance. После сегодняшнего выступления в конце. Но посмотрим. Секрет и Элефант. Вот тут, кстати, вот тут, для меня, вот чисто для меня фаворит в этой встрече Элефант. Но у нас, скорее всего, будет ждать ничья. Слабо мне верится, что Секрет заберет 2-0. Понятно, что мы будем смотреть на матчи, которые пройдут уже. Потому что это уже конец игрового дня. Вообще не советую ставить на последние матчи. Потому что лучше посмотреть, как вообще команда себя по ходу дня будет показывать. Но для меня пока по сегодняшним играм тут фаворит Элефант. Вичи Гейминг и Спирит. Для меня уверенный фаворит Вичи. Я вот как ПСЖ прошлись по Спиритам. Вичи вряд ли так же смогут пройтись. Но, думаю, покажут уверенную хорошую игру. Без коста и СЖ это у нас чисто битва андердогов. При этом один андердог уже отхерачил Секретов. А второй будет биться Секретами перед этим. Поэтому опять же скипну. Ну и последний матч это у нас будет Квинсик Крю и Фнатик. Блин, такие странные коэффициенты на Квинсик Крю. Не знаю, не знаю. Вот чешется рука поставить на то, что Фнатик хотя бы одну карту заберут. Но будем опять же смотреть в конце. Что же, напомню, что Фэнтези уже есть на канале. Напомню, что на стриме я буду опять разыгрывать сундуки. Вот такие вот прикольные сундуки я разыгрываю. Редкие, с имморталками, которые стоят косарь на торговой площадке. Я разыгрываю ключи от различных игр в стиме, шмотки в доте и остальное. Приходите обязательно на стрим. Увидимся с вами уже совсем скоро. С вами был Фенаргот. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok